Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается в пильщемости музея у автора, в результате неприятной ситуации, в которую попали они, оба, автор и супруг, супруг его, ее, значит, вот у мужа сейчас получается довольно сильная такая реакция, довольно сильная, негативная реакция, он кричит, орет, вот, и все, он спильчивый и так далее. Вопрос спрашивает, как быть, вот, в этом смысле, да, то есть, что делать, чтобы не расстаться, то есть, ну, потому что он не может в этом смысле жить дальше, да, вот, вот, эта ситуация очень, получается, болезненно проживает. Что можно сказать? Ну, во-первых, это тяжело, это тяжело, ну вот, как-то психоэмоционально, да, это очень тяжело. Находиться с человеком, который вот так себя ведет. И вам нужны очень крепкие, на мой взгляд, личные границы, вот, для того, чтобы выдерживать эртнадовск. Вам нужны, ну, как мне кажется, свои собственные ориентиры, на которые бы вы могли опереться. Вот. А вам нужно определиться в какой-то степени с тем, что вы чувствуете к своему мужу, ну вот, то есть, ну, как у вас чувствует, и принимаете ли вы его, на самом деле, вот, таким, таким, какой он, ну, есть, вот, то есть, можете ли вы его принять таким, таким. Потому что, если вы себя заставляете, да, его принимать, если вы как-то вот, ну, требуете от себя его принимать, то, понятное дело, что ничего хорошего из этого не выйдет. Вот. Ну, и, соответственно, как можно более чётко здесь обозначать свою базису как можно более чётко. А здесь проявлять свою базису говоря о том, что, ну, что вас не устраивает, вам не нравится, что вам, например, кажется, что, у человека, у человека, проблемы, например, ну и так далее. И, соответственно, вот, ну, как-то вот приводить его к мысли, да, что ему нужна помощь, что, а, значит, ему нужна помощь. То есть, психолога, раз, он, так, на этом, на этом зациклится. Вот. А, понятно, что это не единственное, что вы можете сделать. Вот. Вот. И вы можете спрашивать его о том, чем его так задевал. Ну, это ситуация. Вот. Чем она его так задевал, да, и, как бы, вследствие чего, почему он так реагирует на него. Вот. И, может, тоже у него об этом спросить. И, ну, вот, спрашивать у него об этом, спрашивать, спрашивать. Как-то, вот, ну, выводить, выводить, выводить человека на эмоции, чтобы он, вот, как раз, проживал. Чтобы он проживал то, что, то, что его так беспокоит, то, что его так тяготит, да, и так далее. Это очень такой важный, на мой взгляд, момент, на который вам, вот, да, вам на этот момент нужно, получается, обратить внимание, да, не смотря на то, что это, вот, довольно будет, может быть, тяжело, и это потребует от вас, вот, скажем так, ну, ресурсов каких-то, да. Потребует от вас каких-то, ну, вложений, да, вот, так скажем, психоэмоциональных вложений, вот. Ну, вот, я думаю, что, как-то так, наверное, вам можно ответить на вопрос, который вы выдаёте. Вот, ну, я надеюсь, что это было интересно, надеюсь, что это было вам полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, да, позволит вам как-то сформулировать для себя. Ага, базовые постелаты для психотерапии, вот. Ну, вот, в принципе, всё, желаю вам всего самого доброго, вот, если ситуация будет вас довольно сильно тяготить, если ситуация будет вас довольно сильно напрягать, то я бы, конечно, рекомендовал бы уже вам обратиться к психологу за помощью. Помощью. Вот. Всего доброго. Удальше. 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 Удальше.